Партия на Часком с Гроссмейстером из Венгрии. Посмотрим, какой дебют он выберет. Наверное, это новоиндийская. Нет, С5 вариант. Это уже переход в защиту Бинони. Ну, сыграю здесь К3 и G3 у меня будет. Пока что, в принципе, все по теории идет. Здесь слон Ф4 сыграю. Есть здесь ход К4, достаточно популярный у черных. Может быть, это выберет соперник. Нет, А6 играет. Ну, а я сыграю А4 в свою очередь. И владе Ц1 теперь. Вот теперь нужно подумать, как дальше проводить план с Е4 и Е5 или же выбрать что-то другое. Допустим, пока ладья на Е1. Защищаю пешку Е2 и на БА планирую Ферси А4. То есть идея Е4 и Е5, наверное, будет главной для меня. Ферс Б6 решил сыграть мой оппонент. И, наверное, здесь уже Е4. Ходом Е5 как раз подорву пешечную базу и, наверное, получу проходную пешку Д. Он играет абсолютно верно. Хочет сбить моего коня Ф3, чтобы уже потом просто заблокировать это поле. Ну, мне ничего не остается делать, наверное, как играть ФД2 или ФС2. Предварительно все-таки возьму, чтобы пешка моя на А4 не подвисала, и теперь ФД2. Может быть, еще получится перейти слоном на А6. Вырубить его сильного чернопольника. Пожалуй, так и сделаю. По крайней мере, попытаюсь. У него вот еще есть ход слонаш 8. Стандартный ход. Часто играет в таких позициях слонаш 8. Считаю, что статический перевес здесь на стороне черных. У них лучше пешечная структура. Много опорных пунктов, поэтому мне нужно где-то искать динамику, я думаю. Пытаться, может быть, вскрыть короля, или же прорваться по центру даже с помощью жертвы. Ну, здесь уберу слона, чтобы пропустить пешку Е. Наверное, ФС5 будет ход. Хочет на С3 убить. Приходится защищаться. Теперь нужно думать, как реагировать на конь Е5. С одной стороны он перекроет слона, но захочет залезть на С4. И, наверное, лучшим решением будет ход слона Ф1. Б4. Хочет открыть слона, наверное, своего и создать проходную Б. Ну, бить-то нужно здесь. Можно, конечно, еще раз пробить. Но тогда уже будет Ф3. Ладья Б1 как-то заблокировать. Наверное, слон Ф1 пока сыграю. Ну, и здесь уже нужно пробивать. А вот теперь вопрос, что делать с пешкой Е4. Не заметил, что она может просто проиграться. Наверное, после слона С3 я ее проигрываю. Или же даже простой Б3 здесь тоже хорошо за черных. Позиция, скорее всего, уже близка к безнадежной. Ну, ничего, не из таких вылазили. Посмотрим. По крайней мере, может удастся загнать цепно от соперника. Жертвует качество. Не знаю, насколько это верно. Может быть, и без этого могли обойтись черным. Ферзь дядель пойду. Наверное, да, коньца 3 уже остаюсь без фигуры. Или просто мат получаю. Да, переиграли меня тут просто в одну калитку в этой партии. Нужно будет поучиться на своих ошибках и посмотреть, где именно мне нужно было играть. Скорее всего, это в дебюте какая-то ошибка была. Может быть, ход А4 был лишний. Или ладья Ц1. Ну, ладья Ц1, мне кажется, еще ничего. А вот здесь вот, может быть, раньше взять АБ, потом ферзь Д2 и ладья Б1. Это раз. Может быть, залезть раньше слоном на А6. Или сыграть, например, конь СФ на Д2, чтобы уже взять под контроль поле Ц4. И потом, например, Е4. Слон Е3, Ф4, Е5. Как-то так. Может быть, это было надежней. Но стоит признать, что я выбрал в этой партии абсолютно неправильную стратегию. И как раз это обернулось поражением. То есть, игра черных была достаточно проста. У них был серьезный перевес на ферзьевом фланге. Собственно, чем они и воспользовались. Теперь посмотрите. О, ПОЛИТРАС. ПОЛИТРАС, ДЕНЬ ВАЗСА. Улыбанное, мать. ИНТРИГУЛАССИВАЩИЕСЬ ИНТРИГУЛАССИВАЮСЬ СЕМЕДЕНТЯ. ТЕЛЕКТУПИССКИЕСЬ СЕМЕДЕНТЯ. Продолжение следует...